Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade. У меня на канале вы можете найти много различных видео по созданию разных электронных устройств или даже по ремонту какой-то техники. И в большинстве случаев для пайки чего-то, каких-то компонентов или для того же ремонта нужен микроскоп. Долгое время я пользовался самодельным микроскопом, но самым большим его недостатком было то, что изображение с микроскопа отображалось на мониторе компьютера. И поэтому нужно было отворачиваться от того, что ты делаешь и поворачиваться в сторону компьютера. В общем, было очень неудобно работать. Поэтому я решил себе приобрести электронный микроскоп. Ну что ж, давайте мы сделаем на него сегодня небольшой обзор и узнаем, что это за штука такая. Поехали! Итак, ко мне приехала коробочка и, как вы, думаю, догадались, это цифровой микроскоп. Давайте посмотрим, что здесь внутри. Упаковка, инструкции. Так, инструкции у нас на английском и на китайском. Кабель управления. Так, это часть, голова штатива. Здесь у нас видно прикручивается. Пульт, блок питания 5 вольт 2 ампера. Ну, скорее всего, 2 ампера здесь есть, тяжелый блок питания. Огромный дисплей, точнее говоря, сам микроскоп. Вот он так и выглядит. Вот сам микроскоп. Подсветка присутствует. Можно устанавливать флешку. Подключение по USB. И здесь какая-то что-то еще заглушено. Больше здесь никаких пунктов. Ну, кроме того, что здесь впереди находится разное меню. Так, это мы ложим пока что обратно. Также здесь у нас присутствуют всякие винтики, гаечки и все остальное, что нужно для сборки. Так, что у нас здесь еще есть? Это основная часть, основа, на которой все крепится. И здесь две лампы подсветки. Основа увесистая и нелегкая. Давайте мы сейчас соберем этот микроскоп и посмотрим на него внешний вид. Итак, процесс сборки довольно прост и не занимает много времени. Вы можете посмотреть инструкцию. И здесь по инструкции написано, как все собирается. Но на самом деле все настолько элементарно, что даже инструкция нам не понадобится. Первым делом нам нужно прикрутить вот эту... Для этого нам понадобится два винта и ключик, который идет в комплекте. Переворачиваем и аккуратно прикручиваем. Так, крепление для микроскопа мы установили. При желании и необходимости можно установить вот такие вот прижимные лапки. Они прикручиваются прямо вот здесь, к рабочему месту. С их помощью можно что-нибудь зажать здесь на этом столике, на этой основе. Поэтому, если вам нужно, прикручивайте. Но я, скорее всего, ими пользоваться не буду и уберу. Следующее, что нужно сделать. Вот это основа, в которой будет вставляться микроскоп. Здесь два винта. Вот один винт и второй винт находятся. Их нужно немножко раскрутить, чтобы их поршни отодвинулись подальше. Можно было легко вставить микроскоп. Так, все у нас здесь двигается. Сзади здесь можно зажимать. И давайте вставим микроскоп. У нас довольно большой. Вот так мы его вставляем до конца. Придерживаем. И аккуратно, по чуть-чуть закручиваем винты. Все, плотно закрутили. Если слишком плотно зажать, то тогда сам микроскоп не движется. Если его немножко вот так отпустить, то тогда он может поворачиваться из стороны в сторону. И может повернуться так, как вам будет удобно. Теперь можно его поднять. Максимальное расстояние при этом от основы до самого микроскопа получается сантиметров 10 примерно. Может быть 12, не больше. Опускается микроскоп очень легко и плавно. При этом не дергается, ничего не падает. И он сам собой не может опуститься. Можно зафиксировать. Тогда его движение будет очень тяжело идти. И он тогда точно уже никуда не будет двигаться. Блок управления имеет достаточно много выходов. Один из них просто подключается к питанию. И потом подключается в розетку. Это питание идет на подсветку. И включается вот здесь в заднее гнездо. Вот сюда подключается. Для включения подсветки. И еще один контакт для подключения к гнезду самой камеры. Очень туго вставляется. Никуда оно не денется, никуда не выпадет. Сейчас мы попробуем все это подключить. Переместимся на мой рабочий стол. И там же мы проверим это все в работе. Но первое включение, к сожалению, принесло разочарование. Похоже, во время транспортировки дисплей получил серьезный удар и треснул. Поэтому на дисплее появились черные пятна и черные полосы от трещины. Что очень, конечно, печально. Я разобрал микроскоп, чтобы посмотреть, какой установлен внутри дисплей, чтобы его заменить. Но, к сожалению, маркировка на дисплее мне ничем не помогла. Поиск в гугле мне ничем не помог. Поэтому, если вы знаете, где можно приобрести дисплей именно для этой марки микроскопа, то, пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Буду очень благодарен. Да, это очень сильно мешает пайке, так как часть изображения отсекается. И просто ее не видно из-за того, что закрываются темными пятнами и полосами. Но это никак не влияет на качество записи. Поэтому можно сравнить качество изображения с цифрового микроскопа AD207 и моего самодельного микроскопа. Для начала проведем сравнение по максимальному увеличению и максимальному приближению. Вот так выглядит картинка на цифровом микроскопе AD207. И расстояние от микроскопа до платы составляет 38 мм. А теперь перейдем к самодельному микроскопу. Вот так выглядит максимальное увеличение на самодельном микроскопе. И расстояние от платы до объектива микроскопа составляет 75 мм. То есть гораздо больше. Сейчас для сравнения вы можете увидеть качество изображения от цифрового микроскопа AD207 и моего самодельного микроскопа. И как вы видите, разница в изображении все-таки есть. У AD207 качество изображения намного лучше, чем у моего самодельного. Теперь попробуем сравнить по максимальному расстоянию и максимальному захвату изображения. Вот так выглядит изображение у AD207. И максимальное расстояние от микроскопа до платы составляет 115 мм. На самом деле это немного. Самодельный микроскоп имеет максимальное расстояние просто огромное. 55 см. Больше чем полметра. И это ограничение связано только с максимальной высотой, на которой может подняться голова у фотоувеличителя. Но оптика позволяет еще дальше отдалиться. Так что самодельный микроскоп выигрывает по высоте. Но самодельный микроскоп значительно проигрывает по качеству изображения. У AD207 качество изображения во много раз лучше, чем у моего самодельного микроскопа. Давайте посмотрим на все функции и настройки, которые есть у этого микроскопа. Но первым делом вот этот пульт. Здесь кнопка выключения. А также кнопка, которая добавляет яркость. Яркость вот этих вот фонарей. Здесь также есть кнопки меню. Можно ими пользоваться. А можно воспользоваться вот этим пультом. Разрешение здесь, к сожалению, не видно. Вот как раз один из моментов, когда вот эти черные разбитые дисплеи очень сильно мешают. Здесь не видно, что именно. Так, режим видео. Full HD 30 FPS. Выбираем его. Разрешение 12 Мегапикселей. Запись звука выключить. Можно его включить на всякий случай. Например, для синхронизации экспозиции. Баланс белого. Цвет. Естественный. Яркий. Бледный. Возьмем естественный. Контраст. Saturation. Это я не знаю, что это такое. Какая-то яркость. И еще какие-то две настройки. Гамма. И это скорее всего зернистость. Может быть и резкость. Не знаю. Так. Давайте перейдем в режим настроек. Здесь у нас настройка часов. Так. 2018. 19, 21. Так. Формат даты. День, месяц, год. Метка выключить. Язык русский. Здесь языков очень много. Всяких разных. В общем, выбрать есть из чего. Частота. 60 Гц, 50 Гц. Так. Что у нас дальше. Форматировать SD-карту. Давайте мы ее отформатировать. Сброс настроек. И версия ПО. Версия программного обеспечения. ММО 2020-1020 версия 1.0. Окей. Ну, в принципе, здесь нам больше ничего не интересно. Все-таки небольшая волна на изображении есть. Вот при движении очень сильно видно, как квадрат начинает наклоняться из стороны в сторону. То есть небольшая задержка все-таки есть. И задержка не только в этой волне, но и задержка от движения. Она хоть и очень маленькая между движениями руки и тем, что отображается на дисплее. Но все-таки маленькая задержка есть. Ну, плюс вот эта волна. Ну, если не сильно быстро двигать, не спеша, то, в принципе, нормально. В целом, это довольно неплохой микроскоп. Намного лучше, чем тот, который я делал сам. В том плане, что у него намного лучшее качество изображения, намного более стабильная картинка, лучше устроена система подсветки и так далее. Я уже даже успел немного с этим микроскопом поработать. И хоть разбитый дисплей немножко мешает, но все же с ним намного удобнее, чем с моим самодельным микроскопом. Так как все находится перед глазами и не нужно куда-то отворачиваться и смотреть на монитор компьютера и пытаться одновременно что-то делать, чтобы было очень неудобно. Из минусов это то, что небольшое расстояние от объектива до рабочей поверхности. Поэтому для каких-то действий остается мало места. И иногда неудобно подлезть паяльником либо руками. В основном, это очень классный микроскоп. И я вам его рекомендую. И ссылку на него вы найдете в описании под видео. А я вам желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классные и интересные. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok